Здание бывшего роддома в Апатитах преображается. Закончен ремонт третьего этажа. Там будут располагаться несколько отделений. Диагностическое, терапевтическое и многопрофильный дневной стационар. Нынешнюю больницу невозможно узнать. Высококачественная отделка, современные коммуникации, оборудование, вытяжки, душевая, уютные палаты. Результат масштабной ремонтной кампании. На этих кадрах 2017 года. Начало капитального ремонта. Рабочие ломают стены, выносят перегородки и блоки. Помещение бывшего роддома рождается заново. И вот август 2019. Преображенный третий этаж. От старого здесь остались только несущие балки. Новые стены из стекломагниевых панелей, высокопрочного негорючего материала. Потолок, ровная плитка. Рабочие протянули 6 километров кабеля. Установили энергосберегающие светильники и вентиляцию. Пол сделали с матовым покрытием. Поскользнуться на нем почти нереально. Появилась душевая, современные туалеты. Все соответствует нормам Санпина. Огромный плюс. Большие операционные. На третьем этаже расположатся три отделения. Диагностическое, терапевтическое и многопрофильный дневной стационар. Будет палата для пробуждения и кабинет неотложной помощи. Каждая палата оборудована вот такими светильниками со шнуром. Если пациент чувствует себя плохо, он нажимает на кнопку. Звучит сигнализация. Это призыв к действию для медсестры, которая находится в соседнем кабинете. После обустройства здесь появится большой кабинет УЗИ со своим туалетом и буфет. Для комфорта пациента проектировщики установили автоматический тепловой пункт. А если будет жарко, помещения будут охлаждаться. Где-то к концу октября планируется завершение ремонта полностью. Первого и третьего этажа. К концу года мы закупаем мебель, обустраиваем, расставляемся, получаем какие-то виды лицензий, которые дополнительно нужны. И в принципе, после новогодних праздников, я очень надеюсь на это, что планирую, что всем начнем оказывать медицинскую помощь уже в новых условиях, в чистом травмпункте, в чисто приемном отделении и в чистых палатах терапевтического отделения. Сейчас рабочие активно занимаются ремонтом первого этажа, где расположится приемное отделение с травмпунктом.